В выездном совещании принимали участие представители администрации, советы общественности, сотрудники правоохранительных органов казачества. Отчитались о профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма на территории сельского округа. Основные направления в этой работе – вовлечение населения в занятия спортом и культурно-массовые мероприятия, работа с подрастающим поколением. За отчетный период было проведено 85 культурно-зречных мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняли участие более 2000 человек, в том числе 1480 подростков. Пока работе с молодежью уделяется большое внимание, представители старшего поколения остаются в стороне. На учете состоят 40 человек, страдающих алкогольной зависимостью, активно работают только с четырьмя. В администрации каждого сельского округа должен быть журнал учета алко- и наркозависимого населения. На практике все по-другому. Например, в журнале Гайкадзорского сельского округа нет ни одной записи. Говорят, мне это не надо, это ни к чему, а как это ни к чему? У нас кто реализовывал поручение главы, городокурортно, кому дано такое право? Это кто-то не хочет работать, я так понимаю. Ни одной записи. И 21 алкоголик. Ни одной записи в журнале нет. Двойка вам заработает. В Гастагаевском сельском округе на учете 42 наркомана, 86 страдают алкоголизмом. А в журнале только 8 записей. В Первомайском сельском округе в список попали 22 человека. Это же не зря вы. Знаете, для чего это сделать? Это не для того, чтобы вы здесь записывали что-то. Вы должны вот на это откликаться, отработать с населением. Это как раз работает. Особое внимание на совещании уделили трудоустройству лиц с судимостью. Из 37 обратившихся устроены 17. На 30% сократилось количество наркоманов, использующих дезаморфины. Достигнуты такие результаты путем запрета на выдачу рецептов. Проблему зависимости легче и эффективнее предупредить, чем потом устранять последствия. Это в очередной раз подчеркнули на собрании. И отметили важность организации досуга молодежи и подростков. И пропаганды здорового образа жизни. Анастасия Никитина, Максим Лагоша, Анапа. Регион.